Добрый день! Вы на канале 10 лучших островов для отдыха. Видео снято в формате 360 градусов и позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. После Маафуши, Тодду, Уколас, Розду, Мативели, Фериду, мы на острове Фулхаду. К сожалению, этот коронавирус внес большие изменения в жизни Мальдив. Ну, во-первых, туристам сейчас просто так с острова на остров не переехать, надо пройти определенную процедуру. Во-вторых, отели должны получить специальное разрешение в Министерстве туризма на открытие и только после этого имеют право принимать туристов. В путешествии по островам мы видели очень много отелей, которые, к сожалению, его не получили. Сейчас вы видите отель Тресерца. Это второй отель, который мы бронировали на острове Фулхаду. К сожалению, это неудачный наш опыт. Ввиду отсутствия практически конкуренции, они поймали звезду и для них на первом месте стояли деньги, а не организация сервиса проживающих в этом отеле туристов. В этом видео я вам покажу судьбу одного из лучших отелей на острове Фулхаду. По отзывам из интернета, вот называется Вилла Марина. Но, как видите, он не получил разрешение на открытие и сейчас находится вот в таком плачевном состоянии. А дальше вы видите, как в Арварске относятся жители острова Фулхаду к природе, устраивая канализационные трубы для слива прямо в океан. Вообще, по количеству мусора и отсутствию условий для туристов, мы бы остров Фулхаду поставили на первое место. Бронировали остров Фулхаду на глядевших красивых картинок. Но в реале оказалось не так все романтично. И поселок, и пляж заросли мусором. Когда им разрешили открывать кисхаусы на локальных островах, они там что-то шевелились. Построили, мы видели какой-то навесик, но правда он весь развалился. И местные решили, что напрягаться тратить деньги. Да и так туристы будут ездить и платить за этот отдых. Прячась на пляже от солнышка в кустах, где куча комарья и мусора. Я бы местным жителям Фулхаду посоветовал взять пример с острова Тодду. Вот где ребята молодцы, содержащие отель. Они взялись, сложились, наняли человечка, который убирает постоянно пляж. На пляже поставили душевые кабинки, туалеты, комнаты для переодеваний. При этом не только в одном месте, а в разных местах. Просто приятно отдыхать на пляже. А тут заходишь и попадаешь в какой-то свинарник. Кафешек на острове нету. Питаться вы можете только в отелях. Мы вот даже когда жили в отеле Три Сердца, а питаться ходили в отель Азуш. Потому что в Трех Сердцах, если посмотрите наше видео, там какой-то супчик давали. Какую-то небольшую чашечку со вторым. И все это стоило 18 долларов с человека. На острове всего два магазинчика. Но в этих магазинчиках, кроме каких-то яблочек и пельчинчиков, вы ничего не увидите. До Мальдив мы были в Таиланде, в Малайзии, в Шри-Ланке, в Филиппинах. Но такое количество мусора мы видели только в Индии. Вот смотрите, вот труба. И при этом ни одна их там по острову куча таких. Вот весь процесс сливок, канализации в океан. И как там купаться. В своих видео мы стараемся показывать реалии без украс. Для того, чтобы вы сами приняли решение, устраивает вас такой отдых или нет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи.